Я включил F1, в менюшке не пропадают, но ничего, я ее увеличу тогда при монтаже. Кстати, для начала этого ролика, дорогие друзья, не забывайте поставить большой пальчик вверх в под этим видео, поскольку это очень важно и нужно. Самое главное, пишите в своих комментариях свои ачивки на следующие серии. Ну а мы начинаем, собираем 750 лайков и следующие серии отправляются по концу на канал, а то просмотры есть, лайков нет. Для кого я снимаю большой вопрос, так что, дорогой друг, не огорчай Герону Тебе, дружище, с тобой снова Эндермен Герон И сегодня у нас отличнейшие новости У нас сегодня уже седьмая серия похождения в мире покемонов Самое главное, дорогой друг, это седьмая серия, ты не ослышался Я знаю, что ты ждал четвертую, но почему-то пришла седьмая Потому что Герон взял да и выполнил слияние двух сезонов прошлого и этого Теперь самое главное, дорогой друг, ладно, к сожалению, тут у нас спойлеры, спойлеры Де-факто, угадайте, зачем мне лаки-блоки? Я потратил все золото, между прочим, которое у меня было Потому что на них тратится до хрена золота, как вы понимаете Угадайте, зачем? Правильно Покемон, лаки, блоки Так что покемоны, ребят, настолько популярны, что под них даже есть собственные лаки-блоки Звук сегодня тихий, я надеюсь, что у вас звуки будут слышны нормально И теперь самое главное, мы наконец-то займемся автоматизацией производства покеболов Которые я буду продавать и так далее Смотрите, кое-что я вам хочу показать Но перед тем, как мы начнем делать себе автоматизацию производства покеболов Мы с вами махнем в поки-центр Портанемся, я вам покажу кое-что интересное Здравствуйте, дорогие мои Им можно продавать лечилки То есть, в принципе, можно накопать неприличное количество песка и так далее Но это скучно, ребята Покеболы все-таки продавать гораздо интереснее Обычный покебол стоит 180 Мне вот этих обычных покеболов понадобится просто неприличное количество на эти На покемон лаки блоки прям хочется купить Так, Мамо Милк Надо, знаете что, наверное, сделать какие-то более дорогие лечилки Например, Хил Повдор, Энерджи Повдор Ревайвал Херб, стоит-то и тысячу Я его крафтил сам, вручную, вы чё? Он так дорого стоит? Продаются они, судя по всему, подождем, подождем Атака стоит 500 Окей, а у тебя сколько атака стоит? 250 Ага, а из чего делается атака? Секундочку, ребят, у меня есть идея Из всего этого разнообразия мне понравились ультраболы, которые я смогу продавать за 720 И Энерджи Повдоры, которые делаются из какао и бумажки Бумага это тростник, а какао нужно просто найти, как его называются, джунгли И я смогу их производить в массовом количестве Мне кажется, что это самый оптимальный вариант фармить бабло Ладно, как вариант Но покуда такое Что-то звук у меня очень тихий и слышно Давайте ещё погромче сделаем О, микрофон погромче включил Теперь, ребятки, ладно, поехали Давайте делать всё-таки машину Что-то я задумался о том, как делать бабки Пишите своё мнение в комментариях под видео А теперь самое главное, дорогой друг Не забывай о том, что давайте сделаем так Вы придумайте какую-нибудь хитрожопую ачивку Которую я выполняю Но реально что-нибудь интересное А не просто Поймай Иви и эволюционируй её во все 4 вида эволюции У Иви, по-моему, то ли 4, то ли 6 видов эволюции Или 8 4, 4 Вот, это не очень интересно, потому что это слишком хардкорно Теперь давайте мы сегодня начнём с того, что закрафтим себе ультраболов Много, не стесняемся А у меня есть ещё чёрные орешки в этом доме Да, блин, 11 ультраболов, ну это как-то Нищенские, ребята, нищенские Ладно, нищенские, нищенские И нам ещё нужно обычные покеболы В количестве, но мне их придётся, наверное, покупать Ау, аргых Теперь делаем ещё себе штук 12 Вот, железных Вот этих штук Теперь мы делаем следующее Вот это Вот сюда Ставим вот сюда И я не знаю, как работает механическая наковальня, если честно Видимо, она не так Делается вот так, наверное И она должна автоматически что-то делать Давай дерево запихну А ты её умеешь пользоваться? Подожди Стоп, а можно ли её автоматизировать как-нибудь? Нет, не-не-не, не так Давай, знаешь чё? А мы попробуем автоматизировать эту штуку, чтобы она работала Ммм, как же это сделать? Чтоб всё по фэншую было И... Вот так И вот Не-не-не-не-не Вот так Да, да, можно, наверное Так, теперь там дырку ещё одну сделаем в потолке Не стесняемся Мы у себя дома Чё хочу, то и творю Теперь Давай ещё раз Вот сюда Вот эту штуку Ммм Эм Так А как же мне тебя автоматизировать, деться, красавица Секундочку Давайте мы К сожалению Вот так она работает То есть она просто пережаривает И делает нам половинки покеболов И нам походу нужно две штуки Но я не могу, ребят Потому что слизь я нашёл только одну штучку И то она выбивается из каких-то очень странных покемонов Эээ Ну как сказать Странных Они так и выглядят, как Слизеобразные Ммм Ребят, вы меня огорчаете Ну ладно Древесину у меня навалом Будем жечь древесину В конце концов Почему нет? Прикольно Ладно Знаете, теперь что мы сделаем? Это меня огорчило Давайте ещё посмотрим Какие машинки здесь есть Пока готовится Нужно ещё один орешек Оказывается Она автоматизируется Но как-то Ну очень уж хитро SRG Так И сюда можно класть То, что должно Пережариваться И оно попадёт Наверх Окей Так, а если мы поставим Нет Дурэнта Вот давайте поставим Вот так вот А туда Если мы положим Например Топливо Будет работать Есть Ребята Осталось только выяснить Как забирать То, что там Находится Наверное Сверху То есть снизу Как обычно Мы это делаем Но это Отдельная история Сейчас я переделаю Это очень интересно И И И И И Так А как же мы Всё это сделать Давайте Знаете что Мы не будем В этот раз Слишком высоко Поднимать Мы поднимем Вот сюда Я знаю Что вы сейчас подумали Это неожиданный Поворот событий Покемона Герои Возятся с механизмами Ну а как вы хотели Я же Хороший Покемоновод А хорошие Покемоноводы Они умеют Ещё и машинки делать Всё таки Как-никак У нас этот Сеттинг Покемонов Ну проще говоря Как сказать Атмосфера Сюжет Который окружает Покемонов Он вполне себе Современный Если вы говорите Простым языком А где Ребят Вы это видели Я сломал Сундук Он пропал Минкрафт А что ты У тебя меня не любишь Ты меня не любишь Ахахахах Так Не-не-не-не-не-не Готовые половинки Не нужно Давай сюда И вот сюда Потому что у меня этого дерева Сколько хотите Потом будем уголь Жечь Давай сюда Уголь Сюда Дровесину И нам нужно Еще одно Как его называют Неважно Теперь нам нужен Кусочек красного Угля И сделаем Сейчас кое-что Совсем уж Интересное На всякий случай Запасемся Сразу Девятью Покеболами Я надеюсь Что мне этого хватит Ой блин Кто такой У нас умный Ой я сейчас умру Ебят Надо поспать Надо поспать Наконец-то Моя усталость И ночь совпали Я могу нормально Поспать И теперь буду Спавниться в доме Да неужели У меня даже Слепота прошла Поспать больше Я не могу Прикольно Так вот Сейчас мы вернем Кирпичное место Блин так Так классно работает Ребята Я не могу У меня отвлекает Внимание такое Смотри 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 Такая Ом Шедевр Просто шедевр Ну-ка Так Аккуратно Видно даже Маненький Покебол Причем Видите в анимации Учитывается даже то Какой Покебол он делает Он маленько делает Нижнюю часть Покеболов Из железа И все сразу видно Офигеть Просто офигеть Чума Так И нам тогда Тогда получается Нам срочно Поехали Нужно заводить Сахарный тростник Я чувствую Что мы сегодня Пойдем на приключение И нам еще Нужно Дождаться ночи На блин У нас сегодня Серия минут Сорок займет Потому что мы Сегодня займемся Еще, ребят Эволюцией Если повезет Очень странная Эволюция Вы не Так Никогда А что там Шандарахнуло Не спрашивайте Меня Что это за мебель Такая Я не знаю Бит Так Ну-ка Как Шифтом Тебя Как тебе закрыть Вот эту штуку Я не знаю Откуда эта мебель Может быть Это из Пиксельмона Кто в теме Пишите И самое главное Что здесь Постоянно идут дожди Я уже утомился Блин Дожди 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 Можно было бы Еще трубы Поставить Но Труп в этом В сборке По-моему Вообще Нету Это печально Так Нет Давай Знаешь Как сделаем Да Все верно Абсолютно Это сюда Поставим Так Туда мы Поставим землю Под Под сундук Чтоб там никто Не дай бог Не заспавнился Все Теперь Когда мне нужно будет Что-то забрать Я просто открываю И смотрю в сундук Нет Тогда надо Знаете как сделать Чтобы мне было удобнее Открывать сундук Вот так вот Да Отлично Это работает Шайтан машин работает Теперь давай нам Половинки Для Фринт Фринт Сделай пожалуйста Нам еще нужно Гладкий камень Тут есть гладкий камень Алюминий Кстати алюминий Можно опустить Тоже на половинки Теперь ребят Пока Покуда у нас идет дождь Попробуйте угадать Кого мы будем Сегодня эволюционировать Давайте угадайте Давайте угадайте Мой персонаж Опять устал Ему опять хочется спать Знаете что Я все таки Этот мод На сон Просто снесу Один не очень Прекрасный момент Боже Я еще в реальной жизни Такой же Такой же И тут Ну вы понимаете Нет ребят Спаун Точку спауна Почему то В доме Установить не удалось Я спаунливаюсь С той С точки мира Где Как его называют World's Spawn Находится Давай работай машина Мне нужна Половинка Да Вот так Вот Хотя че я мелочусь Давай сразу Сделаем штук Пять И пойдем Их ловить Потому что Еще нужно Гладкий камень Да есть Есть Отлично Еще бы сюда Плай энергетик Систему Но Мечтать не веритно Friendly Покебол Ребят Отличается От всех прочих Тем Что когда ты Влоишь Зверя Он У него Уровень счастья Будет На уровне 200 Максимальный Уровень счастья У покемонов В этой игре 220 Я все таки Пиксельмоны Воспринимаю Не столько Как мод Сколько Отдельную игру И в принципе Так оно и есть Практически отдельная игра Сама Ну вещь в себе Можно так сказать Так Тяпка мне вряд ли понадобится Давай сюда положим И посмотрим Что у нас есть У нас есть еще И нужно будет еще Каким-то образом Ишить Проблему С Мини-картой Я более чем уверен Что здесь Где-то в настройках Что-то можно Влезть Сделать Нет Но Где Мини-карта Бесплей Антон А он Он Мэп Вейпоинтс Ингейм Вейпоинтс Не знаю Зум 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 Здесь Трудно сказать Что не так Японская мать Куда Столько Названий Кнопочек Вы только Посмотрите На количество Кнопочек Зачем Так Много Анти 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 Может быть Отключить Смут Дотс Может Отключить Эм Эм Ну И че Не Карта Все равно Не работает Я пошел За тростником Во Бабах Просто Мне интересно Кто будет В дождь Спавниться У нас У нас Есть Хорошая Белка А вдруг Кого Сейчас Поймаем И он Будет Нашим Другом Но Это Не те Мобы Которых Я хочу Я хочу Других Мобов Давайте Вот Что Сейчас Сделаем Отключим Отключим Плохую Погоду Мне кажется Что Это Не Сработает Пиксельмон Опять Меня Покемоны Пошли В лес Нет Ты Мне Не Интересен Чувак Я Ловить Я Не Хочу Мне Нужен Совершенно Определенный Покемон Нужный Вот Ростник И Немножко Песочка Сейчас Мы Все Забацим Ребят Самое главное Что я забыл Рассказать Пока суд Доделаем Смотрите Внимательно Давайте Посмотрим Например На основе Белки Как Поделить Крутизну Любых Атак Очень Просто Посмотрите Как Часто Их Можно Использовать Вот Это 15 5 15 Слэш 15 Обозначает Что Ее Атаку Можно Использовать 15 Раз За Битву Это Значит Хорошая Атака Вот Эти Аж 40 Раз Значит Это Очень Слабенькая Атака И Таким Образом Можно Определять Мощность Ну Примерно Конечно Потому Что Точных Цифр В игре Все равно Нет Более Какие То есть Какие Из них Можно Вот Этот Байт Это Отличная Вещь Тем Более Что Это Атака Какая Психическая По Моему Байт И Поиз Инстинк В Принципе Врап Мощнее Давайте Врап Поставим Потом Поставим Вот Так И Мне Будет Легче Ориентироваться Которая Из них Самая Мощная Атака На первых Местах Можно Поставить Самые Мощные Атаки А потом Уже Все Остальное В обычной Атак В обычной Бою Как вы Понимаете 15 Атак Если Расходовать Проблематично Поэтому Такое Вот Эмбер 25 Вот Это Вот Так Поставим Вот Это Физические Атаки Значок Зуточки Обозначает Типа Атак Как вы Знаете У всех Покемонов Есть Свои Давайте Я не буду Так много Болтать Стоя На месте Это Скучно Короче Есть Свои Собственные Атаки Давайте Ка Вот Этого Покемона По-моему Это Медведь Давай Давай Убивай Его Мне Просто Интересно Опыт По идее Должен Начисляться Не только Белке Которая Участвовала В бою Но и Всем остальным Покемоном Да Или Потому что Чем Более Высокоуровневый Покемон По сравнению С Вот Вот он Вот он Наш Покемончик Который Мне Сегодня Нужен Мне Нужен Гобальт Да Ребята Мне Нужен Гобальт Звучит Как Гоблин На самом Деле Это Летающая Хейнатень Какая Как Мне Слушай Мне Придется Наверное В нее Этой Белкой Швыряться Но Это Маразматично Песочку Накопал Еще Думаю Чтоб Слишком Сильно Долго Ждать Ночь Не Приходилось Гобальты Торчат На Вершинах Деревьев Где-то Наверное Вы везде Видите Их А я Нет Гобальты Вы Где Конечно Можно Было Поставить Какой Нибудь Зум Мод Чтобы Было Удобнее Видеть Но Что-то Как Не Хочется Исковать То Опять Где Ничего Крашнется И Перестанет Работать Фак Мой Лайф Он Ушел Ребят Ну Так Вот И Получается Что У каждого Покемонов Есть Каждый Тип Атаки В принципе Получается Такая Конитель Что В принципе Если Огненными Атаками Бить По Каким Травяным Мобам Или Лесным Мобам Они Будут Получать В два Раза Урона Больше Чем Обычно Если Вы Бьете Электрическим Мобам По Водяным Покемоном Это Тоже Хорошо Ну И Так Далее То Есть Ну Как Сказать Одни Атаки Лучше Использовать Против Определенных Покемонов Другие Атаки Против Других Покемонов И Так Далее Здесь Очень Хорошо Работает Обыкновенный Здравый Смысл Ну То То Против Водяных Покемонов Огненных Покемонов Выставлять Не Стоит В бою Это Плохая Идея Водяные Покемоны Просто Как же Я ненавижу Покемонов За то Что Приходится Слишком Много Долго Бегать Искать А мне Простите График Публиковать Ролик Надо Срога По Расписанию В общем Ага Игра Конечно Такая Требует Философского Подхода На стримы Вы у нас Не ходите На стримах Вы у нас Не донатите Поэтому Стримов И нету Собственно Поэтому Такое Никак Не могу Своих Зрителей Приучить К стримам А ютуб Это морально Устаревшая Фигня Уже К сожалению Где же Эта Гадость Летает О Покетренер Привет Покетренер Давай К тебя Так Спироу Спироу Давай Фурия Спироу Вынесли Пятого уровня Теперь Он мне Подсула Пиджея Боже Какой Ты Нуб Я Выиграл 64 Покедоллара Ребят 64 Покедоллар Это смешно Один Покебол Стоит 600 Так что Наверное Надо по себе Достойного Тренера Найти Всего У тренера Было Три Покемонов Но В принципе Ладно Попробовать Может быть На более Высоких Уровнях Платят Пову Этот Дурак Умудряется Когда Покемон Ходит По этим Кустам Но Об них Колится Ребят Это Цирк Бесплатный Проходишь Мимо Кустов Ничего не замечаешь Твой покемон Умирает В страшных Мучениях Обколовшись Об кусты Я не могу Ребят Это смешно Все Дай пожрать Хозяину Давай Эволюционируй Собака Я хочу Посмотреть На Анимацию Эволюции Я достоин Этого В конце Концов Сукин Сын Давай У меня Скоро Истерика Будет Из-за Тебя Во всем Виновата Покемон Опять он Где-то Застрял Давайте Полечим Еще раз Ставь лайк Под этим Видео Если тебе Заколебали Покемоны Которые Застревают В дверях Иди Отсюда Уже Эволюционер И собака Хватит Мое терпение Испытывать Сукин сын Сейчас По закону Пудлости Пойдет Какая-нибудь Зараза И убьет Его Сто процентов О Подождите Это Бульбазавр Там Кажется Нет Чуть Захрен Такой Ладно Сейчас Эволюционируем Потом Будем Рисковать О Боже Когда же Эта дождь Закончится Та 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 Манч Я включил F1 Ничего Менюшки Не пропадают Ну ничего Я увеличу Тогда При монтаже Вау Вау Ааа Как его Плющит Что с ним Че Вы Прикалываетесь Он В конечном Итоге У нас Получился Вот Такой Вот Красив Красавчик Так И теперь Самое главное Ребятушки Давайте Посмотрим Лаки-блоки Ребята И самое вкусное Напоследок Открываем Два Пиксельмон Лаки-блока Только Учтите Что это Полноценные Лаки-блоки Которые Взрываются Оставляют Дырки В земле И так далее По списку Поэтому Отбегаем Как можно Дальше Места Свободного В инвентариях Хватает Пика Пика Чу Я хочу Чтоб За мной Ходил Вот этот Бугай А где он? Слышь Бугай Ну Во Ходи за мной Вот Хочу Чтоб За мной Ходил Вот этот Ай Боже Так Так Откоротенько Открываем И Сваливаем О Какие-то Покеболы Даск Покебол Что это Такое Напишите В комментариях Я потом Вики Посмотрю И Вот Такое Еще И все Ребят Я 16 Покеболов Потратил 16 Кусков Золота И мы Получили 16 Десков Вот Я специально Открыл Рецептик Чтобы вы Видели Это Маленькие Покеболчики Полноценные Которые Делаются Вот так Из железа И Вот Это Хэнь Делается Из трех Красных Покеболов У меня Больше Нет Красных Покеболов Ой Боже Мое Придется Покупать НПС Ну Ладно Это Уже Моя Забота Не 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 Вот Типик Ю Просто Просто Просит Плаю за просмотр За подписку И лайк Если здесь Первый Смело Оставайтесь На канале У нас Много Покемонов Много Майнкрафта Много Старбаунта И много Террарии С нами Весело С вами Хорошо Каждый День Оставайтесь С нами Слышь Растение Мы Те из Жечух Пришли Интересно Его Оставить Себе Про Запас Или Нет Я Пока Что Не Хочу На Слабых Покемонов Тратить Как Его Свои Покеболы Потому Потому Что Покеболы У нас В дефиците Я Лучше Буду На Деньги Их Тратить На Деньги На Покупку Всяких Шляп Есть Отлично Тип Ю А что Такое Означает PSN Какой Это Негативный Статус Надо Пойти Снять Ну Видите Я Даже Уйти Толком Из Своего Дома Не Могу Постоянно Нужно Лечиться К Этому Прибору А так Хочется Сходить В другой Биом Например В зимний Биом Посмотреть Кто там Водится Но Увы Там Нет Лечилок Поэтому Мы туда Не пойдем Ладно Пока На следующей серии Ребят Мы Не Не знаю Чем Займемся Пишите В комментах Поехали